Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. В последнее время Одессу лихорадит от всевозможных скандалов. К сожалению, мы стали в эпицентре Панамского скандала. К сожалению, сейчас происходит организован майдан, так называемый прокурорский майдан возле здания прокуратуры на Пушкинской. Сегодня же, опять же, общественники инициировали майдан возле здания горсовета на Думской площади. Поэтому сегодня мы будем говорить обо всех этих скандалах, но обо всем по порядку. Сегодня в гостях у нас в студии секретарь Координационного совета общественных организаций Майдана Яна Титаренко и международный гроссмейстер, журналист Михаил Голубев. Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Что до сих пор мешает украинской власти арестовать Труханова? У нас есть три варианта ответа. Если вы считаете, что затянувшиеся премьеряда, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что это паралич Генеральной прокуратуры Украины и СБУ, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же отсутствие отмашки Порошенко, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Я рад вас видеть в нашей студии. Повторюсь, что Одессу, к сожалению, лихорадит. Вот эти все скандалы, о которых я говорил, это просто… Для меня это сложно понять, почему это все выпало на наш несчастный многострадальный город. Очень жаль. И хотел бы начать нашу беседу с обсуждения недавнего панамского скандала с панамскими офшорами. Дело в том, что Международный консорциум журналистов, скажем так, помог украинским правоохранителям сделать часть работы за украинские правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру, СБУ и обнародовал информацию о наличии у Геннадия Труханова и российского гражданства, и офшорных компаний. Как вы прокомментируете эти факты? Ну, я не знаю, для кого-то, может быть, это и новость. Для нас давно это не новость, что у Труханова есть российское гражданство. Об этом говорили еще в 2014 году, по-моему, Гурвиц неоднократно это упоминал. И были документы, которые были собраны и доставлены в Генеральную прокуратуру. Там почему-то они и остались. Поэтому мы об этом знали, и для нас это не новость. Единственное, что про масштабы, как говорится, масштабы трагедии, да, про вот панамские компании мы вот этого всего не знали в таком объеме. И скорее всего, что, наверное, это можно было бы узнать раньше, если бы была на то политическая воля. Я думаю так. Видать ее не было, к сожалению. Я тоже считаю, что политической воли нет. Самое интересное, есть ли она сейчас? Вот вопрос. Ее нет. Мое мнение, конечно, такое, что действительно не так много нового, хотя кое-что новое, безусловно, содержится в этом панамском материалах. Но главное, важно еще, кто говорит. Понимаете, когда говорят что-то одесские противники Труханова, пусть даже уважаемые люди, это говорят его противники и это воспринимается с каким-то, да, скептицизмом. Ну, потому что понятно, что для меня, допустим, Труханов это человек, который абсолютно противник как регионал, как мафиоза и так далее. То есть по всем параметрам, которые можно придумать, сепаратизм, то есть мы его противники в Одессе. И когда говорят его противники, даже, в общем-то, очень известные люди, это одно. Но другое дело, когда эти данные дает международный консорциум журналистов, это международный скандал уже, и нельзя закрывать глаза, что ничего нового, что типа все это было известно, когда известно, конечно, говорили, и там Гурис говорил, кто только этого не говорил, но на это власть закрывала глаза Порошенко. Ну, и теперь пришло время проявить волю политическую, потому что, действительно, городом управляет бандит, да, люди за него проголосовали, людей опять обманули, потому что средств массовой информации, в основном, они, кстати, большинство одесских, под Трухановым, и там, вообще, говорят по многим одесским каналам, просто идет путинская пропаганда, я оставил в Фейсбуке пример абсолютно безумный недавно, но не буду в это уходить, людей обманули опять, людей подкупили, люди выбрали, это их право, я уважаю их право на выборы, но они выбрали международного бандита, и международного бандита, в общем-то, нужно как-то нейтрализовать, как в этом качестве, и, естественно, ну, в нашем государстве зависит от воли политической, у нас не полностью право, то есть есть законы, но без отмазки Порошенко, естественно, ничего не будет. Ну, вот это и тревожит, это и настораживает этот факт, что вот без политической воли в нашей стране ничего не происходит. Совершенно верно, что говорили об этом, говорили об этом неоднократно, и, в принципе, по большому счету, для одесситов это не новость, что касается гражданства, об этом говорили общественники, требовали, чтобы разобрались в этом службы СБУ, в частности, прокуратура, обращались в российское посольство для того, чтобы их дали какие-то факты о наличии либо отсутствии этого гражданства. Ну, тем не менее, вот, не знаю, из-за политической воли или из-за отсутствия таковой, ну, ничего не произошло. Ну, или, может быть, воля к тому, чтобы оставить Труханова, потому что... Так, вот, возможно... Порошенко. Возможно, все это происходило в масштабах нашего города и не более того. Да. Поэтому и не было воли. Вот сейчас был организован пикет в Киеве, как вы считаете, у здания СБУ в Киеве там. Как вы считаете, это каким-то образом изменит ситуацию в принятии решений? Однозначно. Мы вот, допустим, на модели прокурорского Майдана видим, что люди, громада может менять ситуацию. Кто бы как скептически к этому не относился, но мы видим, что собрание людей с одним интересом, да, с одной волей может все-таки привести к тому, что ситуация изменится. Вот представьте на секундочку, если бы Стоянова назначили, люди не вышли, да? Ну, то есть ничего бы не поменялось. Сейчас Стоянова не будет. И это только заслуга одесситов, никого больше. Точно такая же ситуация будет с Трухановым. Если сейчас под здание горсовета выйдет несколько тысяч людей, которые парализуют работу городского совета, просто парализуют, то к вечеру о нас уже будут знать в Киеве. Через день, через два там начнется, в Киеве начнут задумываться, а как же мы будем на эту ситуацию реагировать, потому что не реагировать уже нельзя. И здесь уже будет какое-то решение. Другое дело, что самая страшная ситуация, это то, что внутри общественных организаций, которые тоже вроде бы преследуют одну цель, тоже начинаются разброты и шатания, но не потому, что мы между собой ссоримся, нас пытаются рассорить изнутри. Вот тот же Труханов засылает своих людей в ядро общественных организаций, они начинают баламутить воду. Мы это все знаем, мы в своем кругу пытаемся это нейтрализовать, и пытаемся донести до одесситов, что только вместе, когда нас много, мы можем менять ситуацию в городе. Если можно, я бы свое мнение такое сказал, что, конечно, в каждом протесте очень важно, чтобы был оргкомитет, люди, которые берут основную ответственность на себя. Так было на Евромайдане в Одесском. У нас был оргкомитет, где, в общем-то, и Яна, и я в частном счете... Это своя монародная рада была. Ну, до этого это был просто оргкомитет, который полуподпольный, тем не менее все знали, что он есть, и его информация распространялась. И такие решения, как блокировать лишь что-то, или не блокировать это, принимает на себя оргкомитет. Поэтому, тоже как Горсовет, я надеюсь, что там будет действительно в этом, значит, Майдане новом, который вот только что он образовался, Майдан против Труханова, я, в общем-то, там был час назад, что там будет группа лидеров, оргкомитет, которая будет консолидирована, принимать решение, что блокируется, что не блокируется, чтобы это всем людям было ясно. И вместе с тем, политические силы, я хочу сказать, и общественные, в общем-то, такие патриотичные, демократические, честные политические силы, они очень-то борются давно с Трухановым. Сейчас пришло время уже к гражданам Одессы подключаться, потому что, в общем-то, проблема Труханова, она уже вышла вот так, на первый план, таким вот очень широким, широким, как бы, ракурсом, да, потому что, уже всем понятно, что Одесса управляет членами международной мафии, и ясно, что мы этого терпеть не обязаны, не обязаны. Кто бы как ни голосовал, мафия не должна управлять Одессой. Ну, вот, если говорить об этом Майдане, который сейчас организовался на Думской площади, да, это событие буквально вот нескольких часов. Ну, я оттуда, да. Потому что вы только оттуда пришли. Да, я только оттуда. Заходя в студию, вот мне распечатали, я еще даже не успел прочитать эту информацию. Что говорится, насколько я знаю, да, это предприниматели рынка Успех, после своих там неудачных попыток в суде, после посещения прокурорского Майдана, решили идти на Думскую и, собственно говоря, объявить о бессрочной акции на Думской площади. Они тоже требуют отставки мэра. Я вот хочу, значит, зачитать слова на Думской площади. Цитирую, да, процитирую информацию свежайшую. На Думской площади, недалеко от Одесской мэрии, началась бессрочная акция Одесса Беструханова. Об этом рассказал представитель Черноморского гайдаматского соединения Сергей Гуцелюк. Пишет ОНН. По его словам, сейчас в акции принимают участие около 50 человек. Часть из них планируют ночевать на этом месте, для чего создают палаточный городок. Уже установили 5 палаток. Мы принесли с собой шины, покрышки, бочки, установили палатки, то есть все как надо. Цель этой акции – расследование по фактам всех офшорных схем мэра Одессы Геннадия Труханова его российских паспортов. К акции подключились многие предприниматели, которые пострадали от действий Одесской мэрии. Наверное, имеется в виду как раз предприниматели рынка Успех. То есть здесь объединяются политические и экономические требования, заявил Гуцелюк. Ну, поскольку только оттуда я могу рассказать, что там происходит. Расскажите, а у нас есть фотографии, потому что, ну, не будем показывать. Которые я сделал и принес. Перед эфиром мы буквально их успели отсмотреть. Если можно, давайте вы покажем фотографии телезрителям, а вы прокомментируете. Это Майдан против Труханова, который буквально, там, примерно полтора часа назад стартовал в Одессе, прямо около мэрии. Действительно, предприниматели там в основе, но не нужно, там уже очень много и общественников, и активистов известных, и политические организации. И вот я это был, я это лично фотографировал час назад это все. То есть это Майдан против Труханова, который вот сейчас в Одессе стартовал. И роль предпринимателей, она может быть какая-то инициирующая, но понятно, что очень много людей. В общем-то, громадный спектр сил, общественных. Но, скорее всего, эти проблемы объединили и общественников, и предпринимателей, и политиков, и простых граждан Одессы, которые не принадлежат ни к общественным организациям, ни к политическим силам, и не к предпринимателям. Наверняка тоже эти люди появятся на этом Майдане. Поскольку Майдан против Стоянова, он буквально там в двух кварталах, то надо все-таки сказать, что один Майдан, он не является прямым, вот каким-то непосредственным продолжением второго. Но, естественно, они духовно, так сказать, между собой связаны, и там в основном круг людей будет примерно то же самое. Потому что те же самые люди, которые не готовы терпеть мафиози Стоянова, те же люди, они не хотят терпеть мафиози Труханова. Это примерно одни и те же люди, чего лукавить. И, конечно, этот протест, он вырос логически из всего издевательства власти. Вот на этом Майдане, что люди днюют, ночуют там две недели, чтобы брать одного, единственного, однозначно чиновника. И, конечно, это логически все выросло просто из недовольства людей и издевательства над собой. Ну, если говорить все-таки о Майдане на Думской площади, я понимаю, что там есть некие отличия, тем не менее, да, несмотря на то, что вроде бы и цели схожи, но отличия есть. Если говорить о Майдане на Думской площади, все-таки это не фигура прокурора Одесской области, которого, по большому счету, можно заменить, да. Ну, грубо говоря, в Генеральной прокуратуре отреагируют, скажут, действительно, зачем нам эти беспорядки в городе, мы поменяем эту фигуру. Здесь немножко иначе. Вот как вы считаете, насколько серьезные намерения тех людей, которые сейчас собираются на Думской площади и организовывают этот Майдан? И вот насколько эта акция будет на самом деле бессрочной? Я думаю, что она будет до победы. Хотела сказать до конца, но все-таки до победы. И Труханов, по-моему, единственный мэр в Одессе, кто умудрился разозлить все слои населения. Если раньше, допустим, говорили, что все, кто против Труханова, это значит все загуряются, да, такая была. То сейчас оставить Труханова на месте – это вопрос о государственной безопасности. Не оставить его на месте. Оставить Труханова на его месте – это вопрос о государственной безопасности. Ну да. Мне сложно представить, чтобы, например, в России и в Ростове узнали, что мэр Ростова – украинец. Это даже не такая аналогия, потому что мы все-таки у России не захватываем территории, мы не трогаемся. Еще хуже, тем более, что это… Простите, Яна, есть звонок, давайте послушаем телезрителей и продолжим эту тему. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы слушаем вас. Я бы хотел задать такой вопрос вашим гостям, насколько я знаю, они активные участники прокурорского Майдана. А вот что они думают о такой ситуации? Уже, сколько, 13, по-моему, или 14, один стоит прокурорский Майдан. И все равно Стоянов этот стоит, Стоянов, Стоянов, Стоянов. Сейчас нам говорят, что вот будет его зам. Васильенко, кажется, не помню точно. Или Васильев. Они вообще как бы не понимают столицы и не хотят обращать внимание на протестных одесситов. Они издеваются так или что? Если можно… Ну, кстати, я дополню вопрос телезрителя. Ведь на прокурорский Майдан приезжал лорд Кипанидзе. И он обещал связаться с Киевом и вопрос этот, по крайней мере, каким-то образом прояснить. В этом состоянии находится Майдан, который прокурорский. Потому что со вчерашнего вечера действительно новостей нет. Вот Кипанидзе обнадежил людей, скажем так. И Майдан находится в состоянии ожидания отставки Стоянова. Если можно, коротко, мое мнение, я считаю, по-новому, кто будет вместо Стоянова. Я бы предпочел, чтобы, действительно, опять-таки, если есть в общественности пожелания и требования, то это должен быть какой-то оргкомитет, ответственные люди, человек 10, не больше. Они должны это сформировать, потому что если мы начнем, как на привозе, 50 мнений, ничего хорошего не будет. Поэтому, мое мнение, чтобы люди, которые организуют протест, они же и озвучили пожелания. Это мое мнение такое. Ну, кстати, что касается личности господина Стоянова. Объясните мне, вы как общественники, почему Киев действует таким образом? Неужели там нет другой кандидатуры, которая бы не вызывала, скажем так, раздражения у одесситов? Я вот почему-то думаю, что ее таки нет. Ну, все так плохо. Да. А вы мне назовите хоть одного прокурора, который работал в часы Януковича, да, новых же не созрело, они же не подают, как груши с ветки, который был бы кристально чистый. Здесь, я думаю, должен быть конкурс. Конкурс, только не видимость конкурса, а конкурс с привлечением общественников, естественно. Потому что, как мы на сегодняшний момент видим, лучше общественников, лучше журналистов никто до информации не докапывается до правдивой. Только вот таким образом оно всплывает наружу. Кто такой был Стоянов? Нам же не сказали, когда его назначали, перечень его достижений со знаком плюс и минус. Вот вам, пожалуйста, Стоянов. Вот сейчас, пожалуйста, его заместитель. Я считаю, что это плевок в лицо людям, которые стояли все это время, и кто боролся за то, чтобы Стоянова здесь не было. Потому что поставить его заместителя, ну, это как бы, вы не хотели этого, берите этого. Но, по сути, картина не поменялась. Кто будет такой же управляемый сверху человек, как был Стоянов? Только открытый конкурс с привлечением специалистов. Это должны быть юристы, это должны быть общественники, это должны быть журналисты. И только тогда мы сможем прийти к какому-то общему знаменателю и выбрать, ну, не выбрать, а, ну да, утвердить все-таки, чтобы общественность утвердила кандидатуру прокурора, который будет в Одессе работать и защищать законность в этом городе. Ну, это вариант конкурс. Сейчас, Михаил, извините, есть звонок у нас, и потом будет у вас возможность тоже прокомментировать этот вариант. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Это все должны быть выборные должности. Мы должны выбирать. Вот. А не назначать. Потому что назначаемый прокурор, он зависит от того начальника, кто его назначил. И я думаю, что мы должны стоять, пока нам Сакварализы не вернут. А все остальное, это будут аналоги Стоянова. Так, в той или иной степени. Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, он созвучен вот с теми комментариями, которые вы хотели добавить по поводу выборности этих должностей. Я хотел сказать, да, Сакварализа я поддерживаю, кстати. Мне кажется, это человек качественного другого сорта, чем те люди, которые обычно работают у нас в этой системе. Я хотел сказать, что по поводу выбора, ну, это идея, которая озвучивается. Опять-таки, можно говорить. Ну, для меня очень важно, и я на это надеюсь, что, действительно, лидеры по тесту найдут в себе мужество, найдут в себе ответственность прийти к консолидированному решению. Потому что, если там на Майдане, здесь мы можем говорить по-разному наше мнение, но если на Майдане будут говорить одни, говорить, давайте нам того, а другие, давайте нам другого, а третье, давайте нам четвертого, ничего хорошего, и граждане детства это видят. Поэтому я призываю всех, действительно, лидеров протеста, это более-менее известный круг людей, я большинство из них знаю хорошо лично, призываю к ответственности. И просто, действительно, очень важно находить компромиссы и, значит, общее мнение вырабатывать. Помимо этого, я хотел сказать Постоянов, дело в том, что он неправильно говорит, что он вызвал раздражение. Если он вызвал только раздражение, он не был в Майдане, он вызвал ярость. Потому что это друг Маркова, это человека, который прямо ассоциируется с крайне неприятными вещами, против которых мы боремся, которые ассоциируются, опять-таки, с Марковым сепаратистом, которого он отмазывал, извиняюсь за такое вульгарное слово, но он отмазывал. После того, как Марков сбил вместе с ТВ своими бандой, они сбили мирный митинг. Это ужасное событие. И так же ужасно было, что Марков не был наказан. И Постоянов прямо в этом виновен. Я могу сказать, что люди восприняли это, активисты, которые понимают, знают только Постоянов, они это восприняли как наступление контрреволюции. Но не вся контрреволюция сводится к Постоянову. Сейчас вообще идет попытка действительно контрреволюции. Антиреформаторские силы, они, к сожалению, идут в наступление. И это видно из многих. Это видно из того, что было 10 апреля. Потому что, с одной стороны, да, какие-то сепаратисты, кажется, что это маргиналы. Но это силы связанные. Они все против европейской, демократической Украины, за которой мы боремся. И Труханов, на самом деле, точно так же, как сепаратисты, так и Труханов и Тевалов тоже. Они против, я считаю. И все силы, которые противодействуют реформам и нашему движению к Европе, они объединяются. Точно так же, как объединяемся и мы. Поэтому ситуация схожная очень. Яна, что касается вопроса нашей телезрительницы по поводу кандидатуры прокурора. Как вы считаете? Ну, в принципе, я так понимаю, вы разделяете это мнение. Потому что вы предлагали, чтобы эти должности тоже определялись на конкурсе. Но вы же понимаете, что под это все надо менять законодательство. Безусловно, да. Понимаю. Если мы не поменяем в законе первоначально, то говорить дальше просто не о чем. Вот. Поэтому, хотя, да, прокурор, это достаточно весомая в городе должность. Поэтому неплохо было бы, не то что неплохо было бы, а обязательно она должна быть согласована с громадой. Потому что, как правило, больше всего гражданских исков подает именно громада. Угу. Еще один момент и вопрос у меня будет, чтобы, ну скажем так, закрыть тему прокурорского Майдана. А в чем задержка? Вот помимо, ну вы считаете, что некого назначить. Я, честно говоря, сомневаюсь, что из огромной прокурорской братьи некого назначить более-менее достойно. Я не выберу никого. А в чем задержка? Почему вот сколько? Почти две недели люди стоят, а решений никаких нет. Постоянно. Беспринципно. Киевская власть, к сожалению большому. Вот точно так же, как Георгий и все ленточки. Это абсолютно, это моя точка зрения, но это абсолютно стопоцентный символ вражеской агрессии, символ оккупации. С этими ленточками совершалась оккупация, с этими ленточками сначала били, потом убивали украинских патриотов. И это абсолютно, то есть это на данный момент, это абсолютно стопоцентный символ вражеский. И, конечно, на нашей Раде за два года не удосуживалось там достаточно какие-то законодательные меры принять. Не потому что это злой умысел, они пропустят. Для них это 150 вопрос, они просто беспринципные. И, к сожалению, мы видим эту беспринципность и у президента тоже, это большое разочарование. Ну, как-то бороться надо и с этим. Пока, кстати, президент до конца не поделился в этих одесских событиях. Ну, будем надеяться, что он окажется на стороне добра, хотя сомнения есть. Я понимаю, у нас есть телефонный звонок, да, давайте послушаем нашего телезрителя, потом, безусловно, узнаем, что вы думаете по этому поводу и почему это гораздо глубже. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Моя фамилия Стоянов. Очень неожиданный звонок, но, тем не менее, мы рады. Это, который Маркова отмазывал, да, это вы? Да. Давайте не будем грубить, да, это... Пусть культурный вечер. Нет, тут и вы Стоянов, который отмазывал Маркова. Марков расследовался в Одессе, еще его не посадили в Одессе. Я что, его к себе забирал или что я заделал? Если вы хотите узнать истину и правду, так посмотрите документы и материалы. Кто его притывал это дело, куда его притывал и кто его закрывал? Понятно? Вы в интервью очень хорошо объяснили все, я почитал ваш интервью. Михаил, Михаил, подождите, давайте не будем... Да, мы... Я 12 лет не был в Одессе. И вы мне рассказываете, что я делал, откуда вы знаете, чем я занимал. Ну, вы сами все рассказали в интервью. Ну, смотри, ну что же я рассказал. Я рассказал. Как покрывали Маркова, все мы рассказали. Михаил, ну давайте дадим возможность... Кто задаст вопрос? Я больше сделал, чем вы. И для Майдана есть подтверждение. Я уходил по другой системы сам. И не надо меня обзывать. У меня трое детей. Мать. И три ресторана. Да, рестораны у жены есть. Но я не работал в это время два года. И 20 лет этому ресторану. И они три. Будьте честными. Вы приписывайте, почему меня нет никогда и не было. Мы... Вы хотели рассказать что-то? Мы слушаем внимание. Мы... Смотрите. Послушайте. Во-первых, большое спасибо за телефонный звонок. Мы рады, что вы следите за этими программами. И, как вы видите, мы даем возможность... Мы даем... Мы даем возможность, безусловно, и вам высказать свою точку зрения. С удовольствием мы ее послушаем. Конечно, конечно. И вопросы вот к присутствующим в студии общественникам, активистам. Поэтому, безусловно, да, мы вас слушаем. Еще раз добрый вечер. Один из активистов меня в глаза не видел. Угу. И не знает. Они просто читают какие-то сказки. И сделали из меня зверя такого. Я никого не обманывал в жизни. И вас не только не видел, а вас и не хочу видеть дальше. Еще кто с тобой общался знает. И кто вырос меня на приеме. А вы рассказываете ведущие достижения... Я вообще таких людей как вы не хочу видеть. Ну, смотрите. Мы... Мы сейчас... Мы сейчас... Мы сейчас в эфире... Нам нужны приезжие. Да. Смотрите... Давайте будем приглашать еще кого-то для наведения порядка в городе. Вы посмотрите статистику. Какая преступность. Люди боятся на улицу выйти. Вы рассказываете... Общественники. Идите дежурки. Отгоняйте граждан, чтоб не грабили. Смотрите. Я предлагаю наш разговор все-таки в какое-то конструктивное русло направить. Дело в том, что и вас, уважаемые гости, и вас... Я призываю к тому, чтобы мы сейчас не выясняли в эфире отношения. Потому что просто те телезрители, которые следят за нашей беседой, они сейчас не поймут. И вот эти частные... Пускай господин Стоянов поговорит еще. Я за свободу слова. Пусть он еще здесь. Нет проблем на самом деле. Дело не в разговорах. Мы с удовольствием, если будет такая возможность, пригласим и вас тоже в эфир. Поэтому меня приглашаете, когда меня оговаривают. Хорошо? Договорились? Я готов встретиться с любыми общественниками. Хорошо. Почему вы не приехали на Майдан? А, почему я не приехал? Да. Если вы считаете, что когда мне угрожают физические... Никто вам никогда физически не угрожал. Вы обманываете. Да. И сейчас говорите не правда. Я никогда никого не обманывал. Так же самое, как вы говорите не правда про то, что у вас один ресторан. Ага. Если человек врет в один раз, значит он врет и все время. И вот у вас говорите. Вот один ресторан свеча. Но не у меня, а у жены. Ага. Хорошо. Я предлагаю... У вас у всех политиков ничего нет. Все. Яна, я прошу прощения. Дайте мне слово, пожалуйста. Пожалуйста. У меня тоже нет выборов в воде. Мы это знаем, что выборов в воде. И у вас вообще ничего нет. Мы это знаем. Еще раз повторю. Для того, чтобы этот разговор... У меня есть машина. Да, да. Да. Я его украл у кого-то или вы мне его подарили? Послушайте. Вы еще машины... Уважаемые гости. Михаил, для того, чтобы у нас в студии не было базара, я предлагаю, чтобы мы действительно встретились, может быть, не в этом, в другом формате, может быть, в этом формате. Не имеет значения. Да, не имеет значения. И у нас будет возможность тогда пообщаться, дать возможность вам высказаться. Да. Ну, коль вы позвонили, у вас есть вопрос к нашим общественникам? Я просто прошу, когда меня оговаривают, чтобы меня приглашали, не больше нет. Спасибо. Вашу позицию я понял. Мы услышали ваше мнение. Спасибо большое. Да, до свидания. Что ж, уважаемые гости, вот видите, к сожалению, мы вот диалог превратили в такое взаимное обвинение, но я надеюсь, будет возможность для беседы, для конструктивного разговора. Я слушал два интервью господина Стоянова на Думской и на канале, который я вообще, честно говоря, этот канал не смотрю никогда. Вот А1, какой-то странный, ну, я не хочу углубляться, но два интервью я полностью прослушал, про то, что у него действительно он с женой решил развестись, и все записано на жену, и он вообще, ну, это вообще какие-то житейские вещи. Пока на время отложим эту тему, у нас будет возможность пообщаться в эфире. Ну, на самом деле, он есть в интернете, если канал Круг захочет его пригласить, это как бы делало телеканала. Ну, в общем-то, мне кажется, что в основном все сказано, и, ну, про Маркова, это было также в текстовом интервью, как Маркова отмазывали, и мне очень странно, что господин Стоянов, он не чувствует своей ответственности за... Ну, у нас, кстати, будет возможность подготовиться, задать эти вопросы напрямую. Разрешите мне все-таки сказать, потому что для меня лично это просто очень принципиально не было на митинге, которые били, но, тем не менее, я одессит, и в Одессе очень много преступлений совершалось, но в Одессе не совершались до этого преступления, массовое избиение на камеры не было, и оно осталось безнаказанным. И вот это вот избиение Маркова марковцами мирных людей, в том числе Георгия Содера, моего очень хорошего товарища, шахматиста, оно в конечном итоге появилось и к 19 февраля, и к 2 мая, потому что есть теория разбитых окон. Если вы не чините что-то, оно продолжает биться новые и новые окна. И вот это насилие, оно было заложено именно тогда Марковым. И господин Стоянов, он стоит у истоков, у истоков покровительства насилию в Одессе, открытому насилию на камеры, циничному, понимаете? Потому что есть преступление, которое делается втихую, а это было преступление, которое было сделано на глазах, в общем-то, у всего мира. Да, можно сказать, поскольку оно было записано, и вся страна это видела. И Марков не было наказано очень долгое время никак вообще. Поэтому одного этого достаточно, чтобы говорить о господине Стоянове как крайне одиозном деятеле. Ну, мы вернемся к этой теме, если, чтобы быть полностью корректным и учесть интересы абсолютно всех участников этой дискуссии, конечно же, я думаю, мы подготовимся к соответствующей программе и пригласим в гости в студию господина Стоянова. Тем более, он сказал, что он не против. Следующая тема, которая волнует меня очень сильно, я думаю, волнует очень много многих одесситов. Дело в том, что, ну, не за горами майские праздники, уже середина апреля. И, к сожалению, у многих одесситов сейчас эти праздники вызывают нехорошие ассоциации. Это, конечно же, события, произошедшие на Куликовом поле 2 мая 2014 года. И многие сейчас боятся повторения этих трагических событий. Дело в том, что и празднование Дня освобождения Одессы, которое состоялось 10 апреля, говорят о том, что эти опасения не безосновательны. Потому что 10 апреля были провокации, были драки. Как вы считаете, каковы ваши прогнозы, как пройдут праздники майские в этом году и что будет 2 мая этого года в Одессе? Можно я отвечу? Я думаю, что сам прецедент того, что в Одессе маршем ходят люди с российским флагом и с георгиевскими ленточками – это, в первую очередь, недоработка СБУ. По-любому. Второе. Пророссийские настроенные граждане чувствуют себя достаточно вольготно в Одессе именно потому, что мэр Одессы – сепаратист, который имеет российское гражданство. Это второе. И у меня, например, прогнозы достаточно спокойные. Мы уже пережили одну годовщину. Ничего страшного, слава Богу, не случилось. И ничего страшного не случится, если соответствующие службы будут держать под контролем ситуацию – это раз. Но самое главное – прекратится финансирование людей, которые будоражат в Одессе общественность. Мы же смотрим, да, нет претензий. Вот лично у меня, как у обычной одесситки, абсолютно нет никаких претензий к ветеранам, которые идут со своими цветочками и возлагают их, вспоминают те времена. Когда хорошие они были, плохие – это уже второй вопрос. Это их молодость, это их жизнь. К ним же нет никаких проблем, вернее, нет никаких претензий. Но я очень сомневаюсь, что 98-летний ветеран идет маршем после того, как возложил цветы, почему-то на Куликовое поле. И возлагают цветы там, на Куликовом поле погибли освободители Одессы. Почему нам все время пытаются совместить несовмещаемое? Ну они называют себя и освободителями, и героями, и как угодно, сепаратистами. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей, затем продолжим эту тему. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, вы же сколько уже можно? С 98-го года все началось со свободы, с Варламова. Ну неужели никто это не помнит? Этих гадов надо до них. Понимаете или нет? Иначе они вас всех по одному задали, а? Неужели мало опыта? Мы же демократическое общество, и хочется же с себя начинать эту демократию, а не смотреть то, что на Западе. Но, к сожалению, у нас получается так. Если ты идешь демократическим путем, ты слаб. Почему-то понимается только язык силы и язык радикальных каких-то действий. Вот нас почему-то все время пытаются столкнуть вот с этим радикализмом лбами. Демократия не обязательно без силы, демократия должна уметь защищаться. Нет, я говорю так, так преподносится. Я тоже считаю, что демократия это да, это какие-то ботаники, которые вообще только могут языком трепать и все. Демократия это система государственного устройства общественного, которая безусловно умеет себя, должна у меня себя защищать и как любая другая система. Поэтому, кстати, насчет Варламова, я, кстати, не понимаю, почему эта улица… Опять переименовали. Почему ее… Потому что все, что я знаю об этом человеке, у меня родственники с ним жили в одной парадной. Просто это очень позитивно. Это было страшное убийство, преступление, убийство. И почему эту улицу до сих пор… Ну, опять-таки, потому что у нас вот такая власть в городе. Потому что Труханов. И касательно 2-го мая, 9-го, я не могу сказать, что я оптимистичен. Я понимаю, ситуация напряженная, в моем понимании она трудно предсказуемая. Мне не нравилось, как велась полиция на 10 апреля. Мое мнение, что любые георгиевские ленточки, они не должны быть в Одессе ни в каком виде. Я уважаю ветеранов, уважаю то, что они сделали, уважаю даже их заблуждение. И ни в коей мере я не подойду к ветерану срывать с ним какую-то ленточку. Но этот вопрос должна решать полиция. Понимаете, мы не можем допустить врага. Это все равно, что когда 2-ая мировая война, там, в СССР, кто-то бы ходил со свастикой. Для меня это абсолютно то же самое, честно. Без каких-то натяжек. Это просто символ врага, символ оккупации Крыма. Это наши враги. Символ войны на Канбасе. Они оккупировали нашу территорию. Я, украинский гражданин и негражданин какой-то, у меня забрали территорию, как и у всех граждан. Если кто-то любит Путина, то пусть об этом молчит или едет Путин. Но мы не должны позволять потворство просто агрессии. Мы не в той ситуации. Есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Одесситов. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я просто хотел спать и речь вас немного. Дело в том, что, насколько из средств массовой информации известно, господин Стоянов приболел у нас, на больничную ушел там. Вроде как медвежья болезни. Опять Стоянов. Да, да, да. Мы слушаем вас. А вы к нему так относитесь, еще не дай бог что-то там случится с ним. Поэтому тоже бейте старика. Ага. Спасибо за пожелания. После того, что Стоянов помогал Майдану, я уже слышала все. Поэтому я уже ничему не удивлюсь и ценю юмор. Ну что ж, хорошо. Что касается, все-таки возвращаясь, основная тема нашей сегодняшней беседы, это вот этот скандал с офшорными компаниями, с двойным, с тройным гражданством Геннадия Труханова. Майдан, который сейчас разворачивается на Думской площади. И если говорить, собственно говоря, на тему отставки Геннадия Труханова. Как вы считаете, мы, кстати, эту тему поднимали не раз в этой студии и много об этом говорили. И в результате всех этих разговоров выясняется, что состав преступления по большому счету налицо. Я не хочу сейчас повторяться, да, но это и сокрытие. В декларации не было указано наличие этих офшорных компаний. Это и, понятное дело, что личный интерес, потому что эти компании были, работали на нашем рынке, использовали наши бюджетные деньги. То есть здесь конфликт интересов налицо и так далее. Ну то есть по большому счету состав преступления очевиден. Ну может быть не для всех, тем не менее. Как вы считаете, раз он очевиден, почему до сих пор нет реакции со стороны правоохранителей? Почему необходимо собирать Майдан? Почему необходимо подтягивать общественников и что-то снова требовать? Ну, видите, я... Ну, простите, есть звонок телефона. Давайте уж сначала телезрители и вопрос, а потом уже мой. Добрый вечер. Это я, да? Да-да, вы в эфире, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Я наконец-то прорвался к вам. Да. Вы меня простите, я немножко отвлекусь. Я никак не мог попасть к вам. Да-да. Вы только отойдите немного от телевизора, потому что слышно эхо. Я далеко от телевизора. Далеко. Далеко, да. Я понял. Но я не понимаю, почему так получается. Ничего страшного, мы вас слушаем. Как-то задали вопрос своим коллегам, почему Труханов и никто не принимает никаких мер. Я вам чуть-чуть отвлеку. Да, мы вас слушаем. Я не буду говорить так громко. Значит, я... Это не плюс большой. Я майдановец. Все три месяца ходил на Майдан и так далее, и так далее. Я все видел и не хочу об этом говорить. Но... Когда я к нему пришел, я написал. Заявление было так главное. Город, фамилия, имя, отчество и телефон. Я все описал. У нас, Майдан, этих... Про милиционеров, про Труханова и все-все. С просьбой сообщить мне результат. По сегодняшний день результата нет. Но... Вот этот Витя сказал мне... Вы знаете, говорит, мне жалко вас, как пожилого человека, что вы приехали, ночевали в Киеве. Это ничего не... Это на словах. Не для рекламы. Потому что у него здесь, показывал пальцем, вот так, пальцем. Большая крыша. Большая крыша. У кого имеется в виду? Ответ на ваши вопросы. У Труханова. Вы хотели ответить на ваши вопросы. Мы вас услышали, да. Спасибо большое за информацию. Спасибо за телефонный звонок. Ну вот как вы прокомментируете? Если можно звонку у телезрителей, у нас как минимум два заметных активиста Арсены, да, на Майдане. Ну да, если кто-то подумал, что это один Арсен, то может быть это другой и наоборот. Поэтому трудно рассудить. По поводу состава преступления Труханова, я не такой, скажем так, законник по профессии, как некоторые, кто звонили. Я не возьму на себя какую-то юридическую. На мой взгляд, основания есть. По-моему, человек, участник мафии, очень много оснований. В нашей стране, к сожалению, очень многое зависит от политической воли. Законы противоречивы и законы исполняются в зависимости от того, как хочется власти. Это плохо. Это не должно так быть. Но на период реформ это так и останется. Поэтому очень многое зависит от совершенно, извиняюсь, тупо от воли президента. Хочет президент, то будет расследование Труханова. Не хочет президент, мы будем ходить кричать и какие-то митинги. И это все будет очень сложно и тяжело. Но, тем не менее, добиваться этого будем все равно, даже если Порошенко против. Потому что я не считаю, что моим городом должен мафиози руководить. Как я считаю, со своей точки зрения личной. А юридическая оценка его действий, я думаю, что дадут. Но важно, чтобы это имело политические последствия тоже. Что ж, понятно. У вас, Яна, если можно, коротко ваш комментарий. Каковы ваши прогнозы? Чем этот скандал закончится? У меня прогнозы весьма оптимистические. Потому что рейтинг президента достаточно низкий. И если президент не будет реагировать на то, что происходит в стране, не начнет реагировать. Вот сейчас же была вот эта вот качели с премьерством. Вроде как успокоились, премьер будет работать, Кабмин соберется. И ему волей-неволей придется обращать внимание на то, что происходит в стране. Одесса город не маленький. Одесса город стратегически важный. Если в Одессе начнутся серьезные протесты, по-любому президент должен будет дать оценку этой ситуации. Не в интересах президента сейчас либо замалчивать, либо как-то покрывать Труханова. То есть это вообще не вариант. Поэтому у меня почему-то настрой оптимистический. Я уверена, первое, это то, что Труханов, для него будет самое лучшее поступить так, как поступил Костусев. Был Труханов и нет Труханова. Для детства это точно будет наоборот. Я говорю сейчас за Труханова. Потому что если он вовремя не уедет, он рискует не уехать отсюда за границу, а куда-нибудь в места не столь отдаленные. Поэтому пускай собирает быстрее чемоданы, а мы уж как-нибудь тут без него справимся. Я должен сказать, что у меня меньше оптимизма по поводу Порошенко, чем у большинства участников, которыми я говорил Майдана. Я почему-то не очень надеюсь. Хотя Порошенко, я не хочу из него лепить какое-то исчадие зла. Я считаю, что лучшего президента мы реально не могли избрать в 2014 году. На тот момент нет, конечно. На тот момент нет. Он много сделал для защиты Украины и так далее. Но слишком далеко зашел в договорняках с мафией. К сожалению, мафией, которые в основном это партия регионов. Бывшие регионалы, конечно. Понятно, что ему надо было идти на какие-то компромиссы, чтобы страну спасти. Но идти на такие компромиссы, чтобы отдать им всю власть в Одессе, извиняюсь, нет. Нет, это не подходит. Что ж, спасибо большое. Спасибо за интересную, активную, очень активную беседу. Мне остается подвести. Чего только стоянов стоило. Замечательный звонок. Почему? Это, кстати, говорит о многом, что люди интересуются. И, кстати, видите, мы даем возможность высказать любое мнение в нашем эфире. Конечно. Мы готовы слушать разные стороны. Думаю, что это очень позитивно. Да, безусловно. Безусловно. Что ж, тем не менее, программа наша подходит к концу. Мне остается подвести итоги интерактивного голосования. Мы спрашивали у вас, что до сих пор мешает украинской власти арестовать Труханова. Было, как обычно, три варианта ответа. И 33% телезрителей считают, что это затянувшиеся премьериады. 24% считают, что это паралич Генеральной прокуратуры Украины и СБУ. И большинство, это 43%, все-таки считают, что это отсутствие отмашки Порошенко. Спасибо вам большое за телефонные звонки, за голосование по интерактиву. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.